Вопрос в том, что все выступления сегодня говорят, что все выступления сегодня говорят. Скажи, что все выступления сегодня говорят, что все выступления сегодня говорят. Продолжение следует... 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 и помогать в этих вопросах, и мы будем активно этим заниматься, чтобы государство выполнило свои функции. То есть задание группы информации, узнаете, какая там количество людей, кто конкретно там, где находится, кто его удерживает? Ну, кроме того, вот, с досвыду, когда мы вытягивали этих двух людей, я могу сказать, что у нас напрацованы певные специальные, скажем, заходы по звольнению людей, и люди, которые могут этим заниматься на безкоштовной основе. И этих людей мы хотим задеяться, запропоновать государству, чтобы они использовали себя. Кроме того, что на политическом уровне, я думаю, это будет под гидой ОБСЄ, это будет цивилизованный, гарантованный порядок, но если вы должны понимать, что каждый день пребывания в полон, то это тортури, это загроза, что просто расстреляют. Это мы слышали по тем, по которым мы сейчас работаем. И я думаю, что тут требуется более системная работа, которую мы хотим поедать. И государство, которая должна этим заниматься, потому что это граждане Украины, общественная информация, которая может получать информацию по своим близким, знакомым, друзьям, соратникам, бойовым товарищам. И ОБСЄ, которая является природной институционной площадкой в международном сенсе, которая помогает эти вещи делать в этих условиях, которые сейчас есть в Украине. Какой это может быть шлях? Обмин, выкуп, просто отпущение заручника? Значит, первое, что точно не будет. Обмени ведутся, точно не будет выкупа, потому что это противоречит любым возможностям, и с точки зрения даже тех, у кого они находятся, и самого процесса. Не будет это стосоваться тех, кто засуджен, уже, то есть, менять на тех, кто сейчас происходит покарание, уже произошло приговор, мы не можем это делать. Ну, есть международная практика, и мы ее будем использовать в тих случаях, в которых это будет позволять украинское законодательство и специальные службы Украины. Украина там принимает участие. Была сессия, там майже четыре дни, и там принимались соответствующие решения. У нас там было пять народных депутатов, но приняли решение, что будет восемь стран по одному представнику из страны. Будет в этой контактной группе международной парламентской ассамблеей. Будет Россия, Украина и другие страны, которые будут... Мене зовут Виктор Василюк, я адвокат. С правового точки зрения можно договориться с тем, кто хочет принимать законы? Знаете, с правового точки зрения есть велика проблема, потому что обмин полонянами не можно проводить, потому что у нас официально сейчас не признаны еще боевые действия и нема нет полонянных визначенном законодательстве. Поэтому мы сейчас шукаем разные и другие шляхи, то есть какие-то договоренности и какие-то возможности на каких-то основных условиях позволять людей и давать возможность, чтобы они вернулись домой. Ну, пока что сегодня немае в законе прописаного, то есть, с точки зрения закону, это есть выкрадение человека, або незаконное избавление воли. Но мы не можем сейчас до террористов использовать законодательство в смысле, в котором оно есть. То есть, их не можно сейчас заарештовать или притягнуть до какой-то ответственности за нашими законами, потому что они озброенны и они сейчас выполняют опер. Поэтому сейчас мы можем только говорить о каких-то договоренностях, чтобы использовать международные структури, как ОБСЕ, какие-то особенные возможности влияния на тих людей и для того, чтобы их просто позволять. Дякую. Спасибо.